Сегодня день окончания Второй мировой войны. Вчера мы отмечали годовщину ее начала. Так получилось, что Вторая мировая началась и закончилась с разницей в один день. Но, правда, между этими днями было долгих шесть лет. В последнее время наша оборонная промышленность, так же, как и вся остальная, переживает не лучшие времена. Многие предприятия закрываются, некоторые проявляют просто чудеса выживания. Теперь там вместо взрывчатых веществ производят, например, лекарства от СПИДа. Научно-исследовательский институт «Кристалл» прежде занимался исключительно разработкой взрывчатых веществ. А когда потребность в технологиях такого рода резко сократилась, в «Кристалле» не растерялись. Высокий научный и производственный потенциал направили в мирное русло. Взрывники стали выпускать лекарственные препараты. Правда, не готовые формы, а лишь порошок, который остается только расфасовать и упаковать. На оборудование для завершения производства нет денег. И на этом предприятии теряют значительный процент дохода. На «Кристалле» уже два года хотят наладить выпуск очень нужного лекарства – азидотимедина. Препарат не новый, но жизненно необходимый для больных с ПИДом. Институт может обеспечить им всю область, но опять та же проблема. Он не вылечит, но он стабилизирует болезнь и продлевает, по сути дела, жизнь человека. Но что самое важное, что женщина, принимающая этот препарат, имеющая носитель вируса, она не будет передавать болезнь ребенку. Военные разработки сокращены на 95%, но ведь взрывы разные нужны. Чтобы добыть тонну руды или угля, нужен килограмм взрывчатки. Перевозка ее очень опасна, поэтому в институте создают технологии производства взрывчатки там, где ее потребляют. Несмотря на то, что наука сейчас не в фаворе, здесь пока сумели сохранить высокий научный потенциал. Треть работников – люди со степенями. Но профессия взрывника опасная. Все научные открытия в этой области оплачены жизнями ученых. Уже сейчас средний возраст в НИИ – 49 лет. Анна Потагина, Дзержинск, Телевизионная служба новостей. Адна Потагина, Дзержинск, Телевизионная служба новостей.